Старые друзья это Сергей Черепанов, Михаил Соркин, Константин Ишин и Юрий Рылеев. Двое последних еще в пути. Сергей уже давно стал петразоводчанином. Михаил прибыл из Геленджика и на этот раз специально, чтобы сообща организовать выставку. А вообще-то он уже хорошо знаком с Карелией, бывал здесь не раз. Впервые сойдя с поезда, он, по его словам, обалдел от перспективы, уходящей к озеру от вокзала. Но полюбил Михаил Соркин наш град не за это. Это был где-то июль, конец, ну то есть еще белые ночи, в общем-то. Это, кстати, миражность от этого всего состояния. И вот об эту миражную пору захотел художник Соркин есть. И открыто было столовое, и сметана там была такой густоты, что ложка в ней стояла. Любовь такая меркантильная получается, да, Карелия, началась вот с этого, с этой перспективы. И вот маленькая такая вот ложка сметаны, стакан, стакан. Впрочем, понятия художник, стакан и меркантильность сочетаются сложно. То, как добирались мастера со связками полотен и багетами на поезде, как нелегко организовать экспозицию вообще, это отдельная история. Благо Татьяна Калинина предоставила свое помещение. Привез Михаил графику, 26 работ. Юрий и Константин выставили живопись. Скульптор Сергей, камень и глину. Назвали проект «Далекие миражи». Можно говорить о миражах взаимоотношений, можно говорить о миражах ощущений, чувств, можно говорить о миражах, ну, то есть это очень личностное. Ну, мы видели миражи, мы знаем, что это такое, но это какое-то существование вроде бы и реальное. А вроде бы и нет. Во всяком случае, для северян юг представляется порой миражом, восток – делом тонким, а они там жили, они там учились вместе. У нас очень много воспоминаний, потому что, в общем-то, я Мишу знаю совсем еще юным и, так сказать, да, небородатым, скажем так, молодым человеком. Вот, поэтому, конечно, много очень есть. Мы учились вместе и ходили вместе, и ездили вместе. Я чувствовал, что он меня тогда так воспитывал. Это не совсем удачно. Это он уже последние 30 лет, он мне об этом говорит. За последние 30 лет четыре художника стали совсем разными, работают в разных направлениях, разных городах, но не перестали быть людьми, приятными друг другу. И это уже не мираж. Спасибо.